Вариантные формы глаголов Для изучения иностранцы хватаются за голову, когда изучают русский язык, потому что глаголы русского языка имеют множество вариантных форм, запомнить нормативность их произношения весьма и весьма непросто. Но мы с вами давайте попытаемся поговорим о наиболее частых трудностях, связанных с употреблением вариантных форм глаголов. В системе глагольного словоизменения существует множество вариантов. В соответствии с современной нормой инфинитив глаголов с основой на СЗ имеет окончание ТИ. Брести, плести, цвести. Для вас не секрет, что в XIX веке широко использовались и усеченные формы. В частности, у Грибоедова. Вот вас бы с тетушкой усвесть, не смею моего суждения произнесть. Мы сегодня воспринимаем такие формы, как устаревшие. И вряд ли будем их употреблять в проповеди. Далее. В глагольных парах «видеть» – «видать», «слышать» – «слыхать» вторые имеют разговорную окраску. У Лермонтова, конечно, есть фраза «Если нынче ночью Белла не будет здесь, то не видать тебе коня». Тем не менее, я вас призываю воздерживаться от употребления разговорно окрашенных вариантных форм глагола. Говорите «видеть» и «слышать». Далее. И из двух вариантов «свистеть» – «свистать» второй может в контексте получать стилистическую окраску. Типа «свистать всех наверх». И тогда он употребляется в профессиональной речи. В иных же случаях эта форма употребляется в переносном значении. В значении «бить с силой» – «так и свищет кровь». Лев Толстой, например, так употребил эту фразу. Далее. Из вариантов «поднимать» – «подымать» второй тоже имеет разговорную окраску. Вряд ли будет оправдано использование именно такой формы. Хотя Тургенев и писал, цыганы подымали им ноги и хвосты. Речь идет о лошадях. Кричали и бронились и так далее. Из вариантов «мучиться» – «мучаться», «мучаюсь», «мучаешься», «мучается» и так далее. Второй – «просторечный». Лучше употреблять вариант со звуком «и». Противопоставлены вариантные формы приставочных глаголов с суффиксом «ну» и без него. «Иссохнул» – «иссох», «исчезнул» – «исчез», «вымокнул» – «вымок», «возникнул» – «возник», «стихнул» – «стих». Первые варианты с использованием суффикса «ну» уже вышли из употребления. Поэтому, пожалуйста, не употребляйте их. То же самое касается причастий с этим же суффиксом. Суффикс «ну» выпал из причастий. В причастиях от глаголов с приставками, как правило, суффикс отсутствует. Промерзший, а не промерзнувший. Оглохший, а не оглохнувший. Размякший, а не размякнувший. Привыкший, а не привыкнувший. Далее. Явлением аналогии объясняется возникновение множества вариантов личных форм глаголов в изъявительном наклонении настоящего будущего времени. У ряда глаголов типа «брызгать», «двигаться», «капать», «мурлыкать», «полоскать» всего таких глаголов около 40. У них вариантные формы образуются следующим образом. «Брызжет» или «брызгает», «движется» или «двигается», «каплет» или «капает», «мурлычет» или «мурлыкает», «полощет» или «полоскает». В их числе, пожалуй, следует выделить две группы глаголов. Какое же нам решение принять? Какой вариант будет нормативным? Пожалуй, эти глаголы, как я уже сказал, следует разделить на две группы. Первая группа – это глаголы, которые закрепились в современном языке с различными оттенками значений и не получили особых стилистических отличий. Например, форма «брызжет» употребляется в прямом значении, то есть быстро рассеивает мелкие частицы жидкости. Брызжут слезы, брызжет дождь, брызжет водопад, фонтан и так далее. А также употребляется в переносном значении – брызжет смех, брызжет счастье, брызжет молодость. Вариант же «брызгает» сегодня малоупотребим. Он используется только в узком конкретном значении – опрыскивать что-либо. Опрыскивать что-либо какой-либо жидкостью. Например, «брызгает» водой цветы. Но есть и вторая группа глаголов, к которым мы должны отнести вариантные формы глаголов настоящего будущего времени, которые стилистически противопоставлены. Около 30 пар таковых глаголов. Нейтральные. «Колеблет», «машет», «пашет», «плещет», «полощет», «рыщет», «цыплет», «треплет», «хнычит», «щиплет». Соответственно, глаголы будут таковыми. «Машу», «пашу», «повелительное наклонение», «маши», «паши», «причастие», «машущий», «пашущий» и так далее. Их варианты стилистически снижены, если вы употребляете такие просторечные формы, как «плескаю», «махаю», «пахаю», «полоскаю», «рыскаю», «цыпеш», «сыпет», «трепаю», «трепеш», «хныкаю», «хлистаю», «щипаю». Я не рекомендую вам подобные формы употреблять. Хотя, конечно, в стихотворении Пушкина «Узник» употреблено дейпричастием «махая», все же я вам рекомендую воздержаться от просторечных форм. Некоторые глагольные формы не выделяются столь определенно по своей стилистической окраске, но все же используются преимущественно в разговорной речи. «Мерить» – мерию, меряешь, меряет, меряют, лазать, лазаю, лазаешь и так далее. А их варианты в книжной речи – «мерить» – мерю, меришь, мерит, мерят, лазить, лажу, лазишь и так далее. Я думаю, что лучше все-таки стремиться к книжным вариантам, нежели к разговорным. Хотя, в общем-то, ошибки не будет. Далее. Ряд непродуктивных глаголов на «еть», таких как «выздороветь», «опротивить», «опостылить» В разговорной речи употребляются в форме «выздоровлю», «опостылю», «опротивлю», «выздороветь», «опостылят», «опротивят» и так далее. Хотя более правильными считаются их варианты «выздоровью», «опостылью», «опротивию» и так далее. Еще. Немало вариантов известно в форме первого лица у глаголов с основой на согласные «д», «т», «з», «с». Они требуют чередования. Лизать – лежу, колесить – колешу, насадить – насажу, прекратить – прекращу. Отступление от литературных норм, возникающие при образовании первого лица без чередования, носит резко сниженный характер. Вылазить – просторечное – вылазию, ездить – просторечное – ездию, а также разговорная форма – пылесосю. Пожалуйста, от этих форм все-таки воздержитесь. От многих глаголов нельзя образовать форму первого лица будущего времени. Такие глаголы, как «победить», «убедить», «очутиться», «чудить», «чудесить», «дудеть», «угораздить» и так далее. Нельзя сказать «победю», «убедю», «очутюсь», «учудю», «чудю», «чудесю», «дудю» и так далее. «Угораздю». Однако подобное явление, недостаточное воспоряжение, в просторечии преодолевается. И необычные для слуха личные формы иногда употребляются в шутливой манере. Сравните, у Высоцкого есть фраза «чуду-юду», «я и так победю». Конечно, в серьезной речи нужно заменять подобные глаголы. Вместо «я победю» или «побежу», «я одержу победу». Глаголы, имеющие в инфинитиве «ч», «жечь», «течь», «печь» образуют вариантные формы третьего лица единственного числа. Наряду с литературным «жжет», «течет», «печет» просторечные «жгет», «текет» и «пекет». От просторечных форм тоже воздерживайтесь. Я помню, как один брат даже изобрел форму «текти», такой инфинитив. Не может «текти» из одного источника горькая и сладкая вода, говорил он. Пожалуйста, воздержитесь от просторечных форм. Далее. Контрастирующие по стилистической окраске варианты образуют глаголы в повинительном наклонении. В парах слов «ляк», «ляж» или «ляжьте», «беги», «бежи», «бежите», «не тронь», «не трож», «погоди», «погодь», «выйди», «выть», «выложи», «выложь». Первые литературные, вторые просторечные, недопустимые в нормативной речи. Поэтому «бежи», «бежи», «там сориентируешься» – это будет плохая фраза. Также ряд вариантов имеет по мету разговорное. Выверь, выдвинь, вычесть, нянч, порть, чисть и другие. При литературных, конечно, формах «вывери», «выдвини», «вычести», «чисти» и так далее. Стилистически выделяются как специальные усеченные формы повинительного наклонения в возвратных глаголах приказов среди военных, туристов, типа «равняйсь» по порядку номеров, «рассчитайся». Такие варианты употребимы лишь в устной речи, в письменной неупотребимы, ну и вряд ли в проповеди они, конечно, уместны. Отдельные глаголы не имеют форм повинительного наклонения. Такие глаголы, как «хотеть», «мочь», «видеть», «слышать», «ехать», «жаждать», «гнить» и так далее. Нельзя сказать «гни», я тебе говорю, или «жажди». В XIX веке, конечно, употреблялись еще старославянские формы «вишть», «внемли», но они архаизовались, конечно. Просторечные варианты «немоги» или «ехай» остаются за пределами литературной нормы, братья мои. Форма «езжай» носит разговорный характер, литературная форма «поезжай», а также формы, образованные от глаголов «слушать» или «смотреть», «слушай», «слушайте», «смотри», «смотрите». Но не «вишть», конечно. Далее. Источником вариативности глагольного форма образования являются и видовые пары типа «обусловить», «обусловливать» и «обуславливать». Вообще таких глаголов свыше 20. Некоторые из них, как и приведенные выше, стилистически равноценны, поэтому не выделяются пометами в словарях, дающих оба варианта. Варьируются глаголы с суффиксами «изирова» и «зава». Стандартизировать, стандартизовать, колонизировать, колонизовать. Соотношение их в русском языке исторически менялось. У ряда глаголов с суффиксами «изирова» архаизовались, и теперь используются только более короткие. Локализовать, мобилизовать, материализовать, нормализовать, парализовать и так далее. У иных же варианты с суффиксом «изова» устарели. Канонизовать, конкретизовать мы уже так не говорим. Говорим канонизировать и конкретизировать. С суффиксом «изирова» закрепились глаголы «иронизировать», «симпатизировать», «гипнотизировать» и другие. С этим, пожалуйста, будьте внимательны. Иностранцы любят придумывать новые глаголы. Кстати, один мой знакомый иностранец придумал совершенно шикарные русские глаголы «экономицировать» и «дублицировать». Однако таких форм, к сожалению, все же не существует. Далее. Ряд глаголов, имеющих особенности в слове «образование», образуют синонимические пары, отличные в стилистическом отношении. Так, глаголы типа «зеленеет» или «зеленеется» в значении «выделяться своим зеленым цветом» отличаются разговорным оттенком второго вида. «И ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит», Пушкин писал. С другой стороны, поэт Михаил Кольцов, «под большим шатром голубых небес вижу даль степей зеленеется». Однако, при том, что обе формы имеют примерно одинаковое право на существование, форма зеленеется считается менее желательной. И уж совсем невозможно употреблять пары типа «играет» и «играется». Играется форма очень и очень просторечная. Синонимичные также пары «звонить-звониться», «стучать-стучаться», «грозить-грозиться». Но возвратные формы, в которых есть «ся», указывают на большую интенсивность действия. К тому же они имеют разговорный или просторечный оттенок. Далее. Из вариантных форм причастий «забредший», «забревший», «приобретший», «приобревший», «приплетший», «приплевший» в современном литературном языке закрепились первые. Из вариантов дейпричастий «взяв», «взявши», «встретив», «встретивши» формы навши считаются устаревшими. Лучше употреблять краткие формы дейпричастий. Ну что ж, давайте с вами попытаемся потренироваться, так сказать, на практике закрепить то, о чем мы говорили сейчас. Дайте оценку употреблению спрягаемых форм глаголы. Отметьте немотивированное использование глаголов настоящего времени в значении прошедшего и наоборот. Укажите разнобой временных, видовых, видовременных форм. Отредактируйте текст. Попытайтесь сделать это самостоятельно. После окончания школы Ковалев поступает работать на завод, где за короткое время приобрел квалификацию токаря. Заметьте, здесь разница в употреблении времени глаголов. Поступает время настоящее, приобрел время прошедшее. Нужно как-то привести это предложение к единообразию. Либо в первом случае употребить прошедшее время, либо во втором – настоящее. Московские голубеводы ежегодно проводят различные состязания, во время которых пернатые преодолевали расстояние от 300 до 1500 километров. Кстати, точно такая же ошибка. Разница во времени. Либо проводят, либо и преодолевают. Либо проводили, и преодолевали. Покойный писатель выступает с заявлением протеста против фальсификации. Конечно, если писатель покойный, то в настоящем времени выступать он никак не может. Предложение нужно отредактировать соответствующим образом. Он мечтает посвятить себя литературной деятельности, но задуманная им пьеса так и осталась неоконченной. И он бросил занятие литературой. Здесь также путаница со временем. Ее нужно исправить. Сделайте это самостоятельно. Измученный он забылся коротким сном, но вдруг просыпался от резкого толчка вагона. Заметьте, здесь нарушено употребление вида. Совершенного и несовершенного вида. Забылся. Вид совершенный. Просыпался. Глагол несовершенного вида. Нужно привести к единообразию это предложение. Попробуйте сделать это самостоятельно. Либо забывался и просыпался, либо забылся и проснулся. Лучше всего он чувствовал себя в кругу учеников, которым постоянно бескорыстно помогает. Тоже на лицо катавасия, неразбериха с временами глаголов. Чувствовал, кроме того, глагол несовершенного вида и глагол помогает несовершенного вида. Здесь я бы еще подумал над вариантами видов глаголов. Другое задание. Проанализируйте употребление глаголов. Укажите смешение субъектно-объектных отношений и возникающие при этом неясность, двусмысленность высказывания в результате неправильного использования возвратных глаголов. Укажите также речевые ошибки в употреблении глагольных форм, использовании просторечных вариантов, употреблении непереходных глаголов в значении переходных, немотивированное обращение к возвратным формам, ошибки в выборе вида временных форм глаголов и прочее. Устраните замеченные ошибки, предложив варианты стилистической правки. Машина за машиной, подходили и нагружались овощами. Вообще, кстати, путаница с глаголами действительного и страдательного залога тоже на самом деле довольно часто происходит. У Стругацких есть совершенно шикарная фраза. Вот по дороге едет зим, и им я буду задавим. Нагружались. Возвратный глагол здесь совершенно неуместен. Машины сами себя нагружать не могут. Кроме того, употребление единственного времени машина за машиной также приводит нас к ошибке. Лучше употребить множественное число существительного. Машины подходили, а вот нагружались. Глагол возвратный совершенно следует здесь исключить. Лучше фразу построить совсем по-другому. Их нагружали овощами, например, в следующем предложении. Или как-то иначе. Далее. Продолжали вестись капитальные исследования в области теории животноводства. Глагол вестись, кстати, в современном значении означает поддаваться на провокацию. Но здесь, конечно, ошибка употребления возвратного глагола. То есть, исследования не могут вестись сами по себе. Исследования кто-то проводит. Лучше использовать невозвратный глагол. И отредактировать предложение так, чтобы кто-то проводил те или иные исследования. В той или иной области. Может быть, эта глобальность солдатского подвига написалась у меня слишком громко. Глобальность сама по себе написаться не может. Опять же, ошибка с употреблением возвратных форм глагола. Здесь просторечие сквозит во всем этом предложении. Его нужно изменить так, чтобы автор что-то написал, а не некая глобальность, которая здесь совершенно, кстати, стилистически неуместно написалась. 250 гектаров, которые занимались кукурузой после глубокой вспашки, обрабатывали дисковыми баронами. Ну, гектары заниматься кукурузой тоже никак не могут. Глагол заниматься, кстати, имеет совершенно иное значение. Чем-то заниматься. Но здесь он употреблен в значении «занимать место». Поэтому предложение нужно серьезно отредактировать с учетом вот этих ошибок. Попробуйте это сделать самостоятельно. Теперь наш участок занялся жильем. Та же самая ошибка. «Заниматься» в значении «занимать место» употребление глагола «заниматься» здесь совершенно неправомочно. Циклон грозился наводнением. В данном случае здесь употреблена разговорная форма «грозиться». Она неуместна со стилистической точки зрения. Лучше употребить глагол «грозил». Циклон грозил наводнение. Небо охватывается заревом и становится жутко. Становится жутко допустимая форма. Но вот охватывается заревом неверное употребление возвратной формы глагола. Лучше сказать, что зарево охватывает небо. Становится жутко. Лучше разбить это предложение на два простых. Умершие в течение трех месяцев должны зарегистрироваться в ЗАГСе. Одна из типичных ошибок. Понятно, что те, кто умер, никак не могут в настоящем времени пройти процедуру регистрации. Поэтому здесь нужно изменить предложение так, чтобы стало понятно, что регистрировать умерших будут живые. Может быть, нужно избавиться как-то от этого причастия умершие. Подумайте, как это сделать. Эта картина продалась за 20 тысяч долларов на аукционе. Неправомощное употребление возвратной формы глагола указывает на комизм ситуации. Картина не может продаваться сама. Кто-то ее продал. Дерево развешало густые ветви, так что под ним могли удобно примаститься наши машины. Здесь, конечно, несколько ошибок. Во-первых, глагол «развешивать» здесь употреблен со стилистически сниженной окраской. Дерево не развешивает ветви. Здесь нарушение лексической сочетаемости. Развесить можно белье на веревке. Но ветви можно распростереть или еще что-то с ними сделать. Машины тоже не могут примаститься. Этот глагол совершенно неправомощно употреблен. Поищите другой глагол, более соответствующий описанию данной ситуации. Я добился чего хотел. Пусть другие подерзят. Кстати, здесь неправильно употреблен пароним. Дерзать и дерзить. Дерзить – это значит вести себя неподобающим образом, вести себя дерзко. Дерзать – значит не бояться чего-то нового. Пожалуйста, отредактируйте это предложение с учетом этих замечаний. Ну и, наконец, двенадцатое предложение. Спектакль давался на сцене 18 лет подряд. За это время старились актеры и зрители. Но мне кажется, настроение в зале не изменилось. Заметьте, старились – глагол несовершенного вида. Его нужно заменить на глагол совершенного вида. Состарились. Ну и, конечно, спектакль даваться не может. Ошибка, связанная с употреблением возвратного глагола. Спектакль ставился на сцене 18 лет подряд. Да и то употребление здесь вот такого сочетания глагола несовершенного вида с фразой 18 лет подряд тоже, пожалуй, стилистически необоснованно. Он же не ставился 18 лет подряд. Спектакль был поставлен в какой-то один момент времени. Ах, нужно употребить глагол совершенного вида. А вот шел на сцене – это совершенно другое дело. Нужно отредактировать предложение с учетом этих замечаний. Еще несколько заданий на использование вариантных форм глаголов. Попытайтесь исправить ошибки в образовании и употреблении глаголов причастий-депричастий. Особое внимание обратите на использование форм времени, вида и наклонения. Ошибки с депричастными оборотами, кстати, весьма и весьма популярны. Вспомните чеховскую пародийную фразу «Проезжая мимо станции и глядя в окно, с меня слетела шляпа». Столыпин значительно расширил учебную программу в Уральском войсковом училище. Обучаемые слушали лекции по истории, осваивали военное дело, а после окончания училища производились в Харунжии. Дети же рядовых казаков, окончив училище, большей частью поступали в атаманскую канцелярию, где производились в Уряднике. Здесь целый букет ошибок. Обучаемые – это неправильно образованные причастия, лучше его заменить учащимися. Осваивали военное дело, производились в Харунже, а также производились в Уряднике. Неправильное употребление глагола нужно исправить. Ну, посмотрите, здесь еще есть несколько ошибок, вы их можете заметить самостоятельно. Далее, выйдя из Кронштадта и высадя первый десант у берегов полуострова Морей, первая эскадра адмирала Спиридонова совместно с восстающими греками овладела городами Мизитра и Аркадия. Восстающие греки, здесь требуется причастие совершенного вида, ну и, конечно, высадя, здесь депричастие совершенно неверное. Употреблено, должна быть употреблена форма высадив. Подумайте, как еще улучшить это предложение, как еще отредактировать его. При неосторожном обращении с огнем, находясь в нетрезвом состоянии, произошел пожар. А в данном предложении получается, что пожар находился в нетрезвом состоянии. Здесь нужно отредактировать употребление депричастного оборота. Подумайте, как это лучше сделать. Явно не пожар находился в нетрезвом состоянии, а кто-то иной. Видимо, какая-то личность. Надо не только извещать об успешной работе бригады, но и вскрыть секреты этих достижений. Вскрыть секреты, здесь нарушение лексической сочетаемости. Ну и уж если вы употребляли доселе глаголы несовершенного вида, то и сейчас нужно продолжить это употребление, вскрывать. Вскрывать какие-то недостатки можно. Ну а секреты, как правило, открывают или постигают секреты достижений. Рассказать, как они организовывают свой труд. Я думаю, что здесь уместнее употребить глагол прошедшего времени. Подумайте, как еще исправить это предложение, как лучше его отредактировать. Я даю лишь вам какие-то намеки. Льница, попытающаяся ночью пройти к причалу, встретится с фактом негорения фонарей. На пути всего следования к причалу. Фраза полностью набита канцеляризмами. Мы о них, кстати, будем еще говорить. Здесь лучше избавиться от канцелярских глаголов, исправить употребление причастия, попытающиеся и так далее. Отредактируйте это предложение. А муж Полины, эта фигура почти неосезаемая. Совершенно дикое употребление причастия. Где он работает? Мы видим его постоянно нянчающим детей, хлопочущим по дому. Причастия здесь употреблены в просторечной форме. Это нужно отредактировать. Особенно обратите внимание на причастие нянчающий. Специалисты единодушно отметили положительные сдвиги в этом прежде отстающем виде спорта. Отстающим вид спорта не может быть. Отстающими могут быть только некие люди. Пожалуйста, посмотрите внимательно, как употребить те или иные виды глаголов. Отдельные предприятия в прошлом, пользующиеся большой популярностью, в настоящее время ухудшили работу. И причастие «пользующиеся» и глагол «ухудшили» нуждаются в редакторской правке. Подумайте, как это сделать лучшим образом. Монтаж турбины был выполнен на месяц раньше намеченным планом сроков. Подумайте, как отредактировать это предложение. Намечаем их. Здесь причастие употреблено в неправильном виде. Исправьте эту форму. Итак, братья мои, мы довольно много говорили о глаголах. Пожалуйста, будьте внимательны во всем, что касается использования их вариантных форм. Субтитры создавал DimaTorzok